Итак, Ханты-Мансийск. Лето. 2013 год. Чемпионат мира по Рапиду и Блицу. Сейчас смотрим Блицу. Вот это Илья Смирин. Он садится играть с Яном Непомнящим. Играть он будет с черными. Ну а я стою, как обычно, у первой доски и буду наблюдать партию Грещука с Ле Куан Гемом. Е4. Вот это какое-то неожиданное для меня начало. Ну это для меня. Жаль, что нет здесь Сергея Шипова. Он, конечно, нам бы все рассказал, почему и как тут играть. Но, однако, видите, Грещук озадачен. И что-то ему это не нравится. Вот этот вот ход пешкой на ферзиум фланге черных. И вот он задумался. А Ле Куан Гем играет вот эту сицилианку. Ну как бы обычно, но все что-то такое выставляет. А пешечка, между прочим, там стоит на фланге ферзиум. Но, очевидно, она ждет подкрепления. Или выступила вперед. И теперь ждет подкрепления от соседки. Ну вот, Фенкетирова несла на за черных. Грещук озадачен. Вот и мы видим время. У него уже на полминуты больше. Ну, хотя это не так важно. Обычно, как говорит нам Сергей Шипов, Грещук любит играть в цейтноте. Может быть, он так не говорит, но подразумевает. Рокировочка за черных. Белые тоже рокируются. Ну, вроде как успокоились. Вроде стоят. Ага. Вот это вот тот ход по флангу. И вот теперь соседка пошла тоже по флангу. И вот интересно, вот этот замысел. Смотрите. Та пешка, которая вышла на ферзевом фланге, как шахматисты называют ее, она пошла на поле А6. И теперь пешечка на А5 уже выскочила вперед. Вот и они начинают наступать. А Грещуку это не очень нравится. Но по времени он пока что еще идет нормально. Следим за временем. Да, вот конь начинает отступать куда-то. Смотрите. Во-во! Вот этот тот самый ход на А6, который был сделан первым или вторым. Я сейчас уже не помню. Во-вох второй ход. Грещук думает. Вот как-то тяжело. Чувствуется ему тяжело защищаться. Ощущение у меня такое. Так, смотрим дальше. А, и пошла пешечка снова. Вот он ее продвигает и продвигает. Вот эта тема пешечки по вертикали. А, эх, жалко нет Сергея Шипова. Он бы все нам объяснил сейчас. Так, ну вот оператор. Нет, это просто фотограф. Он снимает какой-то шахматный кадр. А, обычно они снимают шахматные кадры так, чтобы сфотографировать шахматистов. Хотя, главное действие, конечно же, происходит на доске. Пешка идет дальше. Вот интересно, что с ней будет. Я не помню этой партии. Вот смотри, он еще дальше двигает пешку. По времени они примерно сравнялись. Ну, да. А вот еще. Да, вот он продолжает фотографировать шахматистов. Что это дает, я, честно говоря, не знаю. Но почему-то нравится фотографировать только лица шахматистов. Но это как если бы показывали лица футболистов только. Не показывая ситуации на поле. А у нас все события развиваются именно на шахматной доске. Вот, смотрите, что он делает. Он и ладью. Играется вся та же самая тема атаки на ферзевом фланге. Вот чувствуется, смотрите, ферзь туда тянется. Грещук растерянут. У меня такое ощущение, что он никак не ожидал такой подлянки от вьетнамца. Но вьетнамцы, а не Азия. Восток. Восток дело тонкое и хитрое. Смотрим, что дальше будет. Саша задумался. Не нравится ему это все. Че тут делать? Вроде бы белыми играет. Вроде бы и атаковать надо. Но тоже организует атаку. Но запоздала она какая-то. Хотя вот, видите, ну а что теперь? Закрыл. Теперь нужно двигать, очевидно, пешку аж прорываться как-то. Там он все закупорил. Ну а что-то сюда. А все ладьи, они все на левом фланге у Грещука. Ну да, вот теперь надо как-то освобождать пространство, что-то такое. Олег Уан Клиэм все тянет, все своих коней, все в атаку. Посмотрим, чем это дело кончилось. Так, по времени, по времени. Но пока Грещук играет для себя нормально. И для него минуты это пустяки. Задумался. Как-то тяжело. Когда вот что-то надо делать, что-то надо как-то развивать. А как теперь? Ферзя надо тащить на помощь. Вот он встал против ладьи. Это тоже не очень хорошая позиция для ферзя. Когда ему противостоит ладья по одной линии. По горизонтали или по вертикали. Это всегда как-то напрягает, когда ты играешь. Вот это всегда тебя мучает. Вот подтягивает коня, наверное. А что тут сделаешь-то? Здесь такая крепость стоит из-за этих пешек. Защищая короля, тут и... А вьетнамец ломит. Вьетнамец ломит. Он не стесняется. Да. Ну вот теперь надо как-то сюда подтащить ладью, думает Грещук. А когда? Поздно. Поздно пить боржоми. Он и вторую ладью сюда затащил. Давай король бегать. Да. Вот Анджей Фильпович подошел. Я специально приподнял камеру, чтобы показать, что это живой процесс. Это не только мертвый процесс. Вот на шахматной доске такой, знаете, формализованной. Тут народ интересуется. Так. У Грещука всего 20 секунд остается. И что-то надо делать. А вьетнамец маневрирует конями. И как-то чувствует себя очень не по-хорошему для нас уверенно. Так. 10 секунд. 9 секунд у Грещука. Добавочное время, по-моему, 2 секунды. Ну вот так вот. Тяжело. Тяжело ему. Ну что-то разменять. Да. Хотя бы как-то. Так. Осталось последнюю пешку. Последний оплот. Убрать с дороги. Вот смотрите. Вот так. Я думаю, что это очень интересная партия. Я просто жалею, что раньше ее не заметил. А тут. Так. 4 секунды у Грещука. Плюс 2 секунды добавилось. Так. Пешку убрали. Так. Что тут делать? Попытка как-то защититься, закрыть, не пустить. А это доска дергается, потому что, очевидно, или Анджей Филиппович проходит мимо, либо кто-то из участников. Я вынужден, конечно же, так вот дергаться и дергать камеру. Ну вот и все закончилось. Ну вот такая была очень интересная партия. Спасибо, что смотрели. Но если кому не нравится, выключите звук. Субтитры сделал DimaTorzok.